Комната Комната, которая до сих пор называется детскую. Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет. Скоро взойдет солнце. Уже май. Цветут вишневые деревья, но в саду холодно. Утренник. Окна в комнате закрыты. Лопахин спит в кресле с книгой в руке. Входит Дуняша со свечой. Пришел поезд, слава Богу. Который час? Скоро два. Уже светло. Насколько же ты опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. И этот тоже хорош, какого дурака свалял. Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить. И вдруг проспал. Сидя уснул. Да сада. Хоть бы ты меня разбудила. Я думала, что вы уехали. Вот. Кажется, уже едут. Багаж получить, тут да сё. Любовь Андреевна прожила за границей пять лет. Не знаю, какая она теперь стала. Хороший она человек. Лёгкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком, лет пятнадцати. Отец мой покойный, он тогда здесь, на деревне, в лавке торговал. Ударил меня по лицу кулаком. Кровь пошла из носу. Мы тогда вместе зачем-то пришли во двор, и он выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, ещё молоденькая такая, худенькая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской. Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживёт. Мужичок. Отец мой, правда, мужик был. А я вот в белой жилетке, в жёлтых башмаках, со севиным орылым в калашный ряд. Только что вот богатый, денег много. А ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком... Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул. А собаки всю ночь не спали. Чуть, что хозяева едут. Что ты, Дуняша, такая... Руки трясутся. Я в лоб на руку паду. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить. Входит Епиходов с букетом. Он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят. Войдя, он роняет букет, тут же поднимает его. Вот, садовник прислал. Говорит, в столовой поставить. И квасу мне принесешь. Слушаю. Дуняша уходит. Сейчас утренник. Мороз в три градуса. А вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего клемата. Не могу. Наш клемат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам присылу купить. Купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нету никакой возможности. Чем бы смазать? Отстань, надоело. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. Я не ропщу, привык, даже улыбаюсь. Дуняша входит, подает Лопахину квас. Я пойду. Натыкается на стул, который падает. Вот. Вот, видите, извините за выражение, какое обстоятельство. Между прочим, это даже замечательно. Епиходов уходит. А мне, Ермолай Алексеевич, признаться, Епиходов предложение сделал. Ага. Не знаю уж как. Человек он смирный, а только иной раз как начнет говорить, так ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Он мне как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый. Каждый день что-нибудь. Его у нас так и дразнит. Двадцать два несчастья. Вот, кажется, едут. Едут? Ой, что это со мной? Похолодела вся. Едут. В самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня. Пять лет не видались. Ой, я сейчас упаду. Ах, упаду! К дому подъезжают два экипажа. Лопахин и Дуняша быстро уходят. Через комнату, опираясь на палочку, торопливо проходит Фирс, ездивший встречать Любовь Андреевну. Он в старинной ливре и в высокой шляпе. Что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Любовь Андреевна, Аня и Шарлотта Ивановна с собачкой на цепочке, одеты по-дорожному. Варя в пальто и платке. Гаев, Семенов, Пищик, Лопахин, Дуняша с узлом и зонтиком, прислуга с вещами. Все идут через комнату. Пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната? Детская. Как холодно, у меня руки закоченели. Ваши комнаты белые и фиолетовые такими же и остались, мамочка. Детская. Милая моя. Прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькая. И теперь я как маленькая. А Варя по-прежнему все такая же. На монашку похоже. И Дуняшу я узнала. Поезд опоздал до два часа. Каково, каковы порядки? Моя собака и орехи кушает. Вы подумайте. Уходят все, кроме Ани и Дуняши. Заждались мы. Я не спала в дороге четыре ночи. Теперь озябла очень. Вы уехали в Великом посту. Тогда был снег, был мороз. А теперь, милая моя, заждалась вас радость, Светик. Я скажу вам сейчас, ни одной минутки не могу терпеть. Опять что-нибудь. Конторщик Епиходов после святой мне предложение сделал. Ты все в одном. Аня очень утомлена. Даже пошатывается. Я растеряла все шпильки. Пусть не знаю, что ей думать. Он меня любит. Так любит. Моя комната. Мои окна. Как будто я не уезжала. Я дома. Завтра утром встану, побегу в сад. Ой, если б я могла уснуть. Я не спала всю дорогу. Томило меня беспокойство. Третьего дня Петр Сергеевич приехали. Петя? В бане спят. Там и живут. Боюсь, говорят, стеснить. Надо бы их разбудить. Да Варвара Михайловна не велела. Ты, говорит, его не буди. Входит Варя. На поясе у нее вязка ключей. Дуняша, кофе поскорее. Мамочка кофе просит. Ее минуточку. Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. Душечка моя приехала. Красавица приехала. Но терпелась я. Воображаю. Выехала на страстной неделе. Тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит. Представляет фокусы. И зачем ты мне навязала Шарлотта? Нельзя тебе одной ехать, душечка. В 17 лет. Приезжаем в Париж. Там холодно. Снег. По-французски я говорю ужасно. Мама живет на пятом этаже. Прихожу к ней. У нее какие-то французы, дамы, старый паттер с книжкой. На коре, но неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы. Так жаль. Я обняла ее голову, жала руками. Не могу выпустить. Мама потом все ласкалась, плакала. Не говори, не говори. Дачу свою, Каламентона, она уже продала. У нее ничего не осталось. Ничего. У меня тоже не осталось ни копейки. Едва доехали. И мама не понимает. Сядем на вокзале обедать. И она требует самое дорогое. И на чай Лаке им дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует порцию. Просто ужасно. Ведь у мамы Лакея Яша. Мы привезли его сюда. Видела, подлеца. Ну что, как? Заплатили проценты? Где там? Боже мой, боже мой. В августе будут продавать имение. Боже мой. Лопахин заглядывает в дверь. Да. Вот так бы и дала ему. Варя. Он сделал предложение. Ведь он же тебя любит. Отчего вы не объясните, с чего вы ждете? Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много. Ему не до меня. И внимания не обращает. Бог с ним совсем. Тяжело мне его видеть. Все говорят о нашей свадьбе. Все поздравляют. А на самом деле ничего нет. Все как сон. У тебя брошка вроде как пчелка. Это мама купила. Аня идет в свою комнату. А в Париже я на воздушном шаре летала. Душечка моя приехала. Красавица приехала. Дуняша уже вернулась с кофейником и варит кофе. Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству. И все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека. Я бы тогда была покойной. Пошла бы себе в пустынь. Потом в Киев. В Москву. И так бы все ходило по святым местам. Ходила бы и ходила. Благолепие. Птицы поют в саду. Который теперь час? Должно третий. Тебе пора спать, душечка. Благолепие. Варя входит в комнату к Ане. Яша с пледом, дорожной сумочкой идет через комнату. Тут можно пройтись. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей. Хм. А вы кто? Когда вы узели отсюда, я была этакой. Дуняша. Федора Козаедова дочь. Вы не помните? Хм. Огурчик. Яша оглядывается и обнимает Дуняшу. Затем быстро уходит. Появляется Варя. Что еще тут? Плюдечко разбило. Это к добру. Из своей комнаты выходит Аня. Надо бы маму предупредить. Петя здесь. Я приказала его не будить. Шесть лет тому назад умер отец. Через месяц утонул в реке брат Гриша. Хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла. Ушла, ушла без оглядки. Как я ее понимаю, если бы она знала. А Петя Трофимов был учителем, Гриш, он может напомнить. Входит Фирс. Он в пиджаке и белом жилете. Надевает белые перчатки. Подходит к кофейнику. Барыня здесь будут кушать. Готов кофе? Ты, а сливки? Ах, боже мой. Дуняша быстро уходит. Ах ты, недотепа. Приехали из Парижа. И барынь когда-то ездил в Париж. На лошадях. Фирс, ты о чем? Чего, извольте. Барыня моя приехала. Дождался. Теперь хотели помереть. Входит Любовь Андреевна, Гаев и Семенов Пищик. Семенов Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, входя руками и туловищем, делает движение, как будто играет на бильярде. И как это? Дай-ка вспомнить желтого в угол, а дублет в середину. Режу в угол. Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате. А теперь мне уже 51 год. Как это ни странно. Да, время идет. Кого? Время, говорю, идет. А здесь почулями пахнет. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. Ненаглядная. Дитюся моя. Ты рада, что ты дома. Я никак в себя не приду. Прощай, дядя. Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать. Люба, ты в ее годы была точно такая. Аня подает руку Лопахину и Пищику. Уходит и затворяет за собой дверь. Она утомилась очень. Дорога-то, небось, длинная? Что ж, господа, третий час. Пора честь знать. А ты, Варя, все какая уже. Вот выпью кофе, тогда все уйдем. Фирс кладет ей под ноги подушечку. Спасибо, родной. Я привыкла к кофе. Пью его и днем, и ночью. Спасибо, маестричок. Поглядеть, все ли вещи привезли. Неужели это я сижу? Мне хочется прыгать, Размахивать руками. А вдруг я сплю. Видит Бог, я люблю Родину. Люблю нежно. Я не могла смотреть, из вагона все плакала. Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс. Спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив. Позавчера. Он плохо слышит. Мне сейчас в пятом часу утра в Харьков ехать. Такая досада. Хотелось поглядеть на вас, поговорить. Вы все такая же великолепная. Даже похорошела. Одет по парижскому. Эх, пропадай, моя телега, все четыре колеса. Ваш брат, вот Леонид Андреевич, Говорит про меня, что я хам, я кулак. Но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему. Чтобы ваши удивительные, Трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный. Мой отец был крепостным у вашего деда и отца. Но вы, собственно, вы сделали для меня когда-то так много, Что я все забыл и люблю вас, как родную, больше, чем родную. Я не могу сидеть, не в состоянии. Я не переживу этой радостью. Смейтесь надо мной, я глупая. Шкафик мой родной. Целует шкаф. Столик мой. А без тебя тут няня умерла. Да, царство небесное мне писали. И Анастасий умер. Петрушка косой от меня ушел. И теперь в городе у пристава живет. Вынимает из кармана коробку с леденцами. Сосет леденец. Дочка моя, Дашенька, ланклонница. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду, некогда разговаривать. Ну да я в двух-трех словах. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги. На 22 августа назначены торги. Но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно. Выход есть. Вот мой проект, прошу внимания. Ваше имение находится только в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое, 25 тысяч в год дохода. Извините, какая чепуха. Я вас не совсем понимаю, Ирмолай Алексеевич. Вы будете брать с дачников самое малое по 25 рублей в год за десятину. И если объявите теперь же, то я ручаюсь чем угодно. У вас до осени не останется ни одного свободного клочка. Все разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Ну, только, конечно, нужно поубрать, почистить. Ну, например, скажем, снести все старые постройки. Вот этот дом, который уже никуда не годится. Вырубить старый вишневый сад. Вырубить? Ох, милый мой, простите. Вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, то это только наш вишневый сад. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня-то родится раз в два года, да и тут девать некуда, никто не покупает. И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же. Другого выхода нет. Клянусь вам, нет и нет. В прежнее время, лет 40-50 назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. И бывало... Помолчи, Фьюз. И бывало, сушеную вишню вазами отправляли в Москву и в Харьков. Денег-то было. И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая. Способ тогда знали. А где ж теперь этот способ? Забыли. Никто не помнит. Что в Париже? Как? Ели лягушек. Крокодилов ел. Вы подумайте. До сих пор в деревне были только господа и мужики. А теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, что дачник лет через 20 размножится до необычайности. Теперь он только пьет чай на балконе. Но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством. И тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным. Какая чепуха. Входят Варя и Яша. Тут, мамочка, вам две телеграммы. Выбирает ключ и отпирает старинный шкаф. Вот они. Это и с Парижем. С Парижем кончено. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик. Гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан. Ровно сто лет тому назад. Каково? Можно было бы юбилеет праздновать. Предмет неодушевленный, но все-таки как-никак. Книжный шкаф. Сто лет, вы подумайте. Да. Это вещь. Дорогой. Многоуважаемый шкаф. Привет, приветствую. Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал. В течение ста лет поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее, воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Да. Ты все такое же, Леня. От шара направо в угол. Режу в среднюю. Но мне пора. Может, примите сейчас пилюли? Яша подает Любови Андреевне лекарства. Не надо принимать медикаменты, милейший. От них ни вреда, ни порта. Дайте-ка сюда, многоуважаемая. Берет пилюли, высыпает их в себе на ладонь, дует на них, кладет в рот и запивает квасом. Вот. Все пилюли принял. Мы с себя пошли. Экая прорыва. Они бы у нас на святой пол ведра огурцов скушали. О чем это он? Уж три года так бормочет мы привыкли. Преклонный возраст. Шарлотта Ивановна в белом платье, очень худая, стянутая, с лорнеткой на поясе, проходит через комнату. Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. Хочет поцеловать у нее руку. Шарлотта отнимает ее. Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть. Потом в плечо. Не везет мне сегодня. Шарлотта Ивановна, покажите фокус. Шарлотта, покажите фокус. Не надо. Я спать желаю. Шарлотта уходит в сад. Через три недели увидимся. Целует любовью Андреевне руку. Потом целуется с пищиком. Подает руку Варе, потом Фирсу и Яше. Пока прощайте. Пора. До свиданца. До свиданца. Не хочется уезжать. Ежели надумаете насчет дач и решите, то дайте знать. Я взаймы тысяч пятьдесят достам. Серьезно подумайте. Да уходите же, наконец. Ухожу. 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 Хам. Впрочем, пардон. Варя выходит за него замуж. Это Варин женишок. Не говорите, дядечка, лишнего. Что ж, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек. Человек, надо правду говорить, достойнейший. И моя Дашенька тоже говорит, что... Разные слова говорит. А все-таки, многоуважаемая, одолжите мне взаймы двести сорок рублей. Завтра по закладной проценты платить. Нету, нету. У меня в самом деле ничего нет. Найдутся. Не теряй никогда надежды. Вот, думаю, все пропало. Погиб. А, глядь, железная дорога по моей земле прошла, и мне заплатили. А там, гляди, еще что-нибудь случится. Ни сегодня, ни завтра. Двести тысяч. Дашенька выиграет. У него билет есть. Кофе выпить. Можно и на покое. Фирс чистит щеткой Гаева. Опять мне те брючки надели. И что мне с вами делать? И что мне с вами делать? О, глядя, окно. Сад. Весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо-прямо. Точно протянутый ремень. Она блестит в лунную ночь. Ты помнишь? Не забыла? Любовь Андреевна глядит в окно на сад. О, мое детство. Чистота моя. В этой детской я спала. Глядела отсюда на сад. Счастье просыпалось вместе со мной каждое утро. И тогда он был точно таким. Ничто не изменилось. Весь месть белый. О, сад мой. После темной ненастной осени и холодной зимы Ты опять молод. Полот счастья. Ангелы небесные не покинули тебя. Если бы снять с груди, с плеч моих тяжелый камень. Если бы я могла забыть мое прошлое. Да, и сад продадут за долги. Как это ни странно. Посмотрите. Покойная мама идет по саду в белом платье. Это она? Где? Господь с вами, мамочка. Никого нет. Мне показалось. Там, направо на повороте к беседке белое деревцо склонилось. Похоже на женщину. Входит Трофимов в поношенном студенческом мундире, в очках. Какой изумительный сад. Белые массы цветов. Голубое небо. Любовь Андреевна. Любовь Андреевна, я только поклонился вам и тотчас же уйду. Мне было приказано ждать до утра, но у меня не хватило терпения. Это Петя Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши. Неужели я так изменился? Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет. Полно. Полно, Люба. Говорила же, Петя, чтобы погодили до завтра. Гриша, Гриша мой, мальчик мой, Гриша, сын, что же делать, мамочка? Воля Божья. Будет, будет. А мальчик погиб, утонул. Для чего, мой друг? Для чего? Там Аня спит, а я громко говорю, поднимаю шум. Что же, Петя, отчего вы так подурнели? Отчего постарели? Меня одна баба в вагоне назвала, так облезлый барин. Вы были тогда совсем мальчик. Милым студентиком. А теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент? Должно быть, я буду вечным студентом. Ну, идите спать. Постарелый ты, Леонид. Значит, теперь спать. Ох, подагра моя. Я у вас останусь. Любовь Андреевна, душа моя, мне бы завтра утречком 240 рублей. А этот все свое. 240 рублей процента по закладной платить. Нет у меня денег, голубчик. Отдам, милая, сумма пустяшная. Ну, хорошо. Леонид даст. Ты дай ему, Леонид. Дам я ему, держи, Кармен. Ну, что делать? Ведь ему же нужно. Он отдаст. Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и Фирс уходят. Остаются Гаев, Варя и Яша. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами? Отойди, любезный. От тебя курицей пахнет. А вы все такой же, Леонид Андреевич, как были. Кого? Что он сказал? Твоя мать пришла из деревни. Со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться. Да бог с ней совсем. Ах, бесстыдник. Она очень нужна, могла бы и завтра прийти. Яша уходит. Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если бы ей волю, она бы все раздала. Да. Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, я напрягаю мозги, и у меня много средств, очень много. И значит, в сущности ни одного. Хорошо бы и получить от кого-нибудь наследство. Хорошо бы нашу Аню выдать за очень богатого человека. И хорошо бы поехать в Ярославлю попытать счастье у тетки графини. Тетка ведь очень, очень богата. Если бы Бог помог. Не ливи. Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного. Недворянина. Аня показывается в дверях. Вышла за недворянина и вела семя, не не соскать, чтобы очень добродетельно. Она хорошая и добрая, славная. Я ее очень люблю. Но как там ни придумывая смягчающие обстоятельства, все же надо сознаться. Она порочна. Это чувствуется ее малейшим удивлением. Аня стоит в дверях. Кого? Удивительно, что-то в правый глаз попало. Плохо стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде... Что же ты не спишь, Аня? Не спиться не могу. Крошка моя, дитя мое. Целует Аня лицо, руки. Ты не племянница. Ты мой ангел. Ты для меня все. Верь в меня. Верь. Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают. Но, милый дядя, тебе надо молчать. Только молчать. Ну, что ты только что говорил про мою маму, про свою сестру. Для чего ты это говорил? Да, да. В самом деле, это ужасно. Боже мой. Боже, спаси меня. И сегодня я речь перед шкафом говорил. Так глупый. Только когда кончил, понял, что глуп. Правда, дядечка, вам бы надо молчать. Молчите себе и все. Если будешь молчать, тебе самому же будет покойнее. Я молчу, молчу. Целует Аня и Варя руки. Только вот о деле. В четверг я был в окружном суде. Сошлась в компанию. Начался разговор о том, о чем пятые, десятые. И кажется, вот можно будет устроить заем под векселя, чтобы уплатить проценты в банке. Если бы Господь помог. Во вторник поеду и счастью говорю. Не реви. Твоя мама поговорит с Лопахиным. Он, конечно, ей не откажет. А ты как отдохнешь? Поедешь в Ярославле, графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов. И дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден. Честью моей. Чем хочешь, клянусь, имение не будет продано. Счастьем моим клянусь. Вот тебе моя рука. Назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона. Всем существом моим, клянусь. Какой ты хороший, дядя. Какой умный. Я теперь покойна. Я покойна, я счастлива. Входит Фирс. Леонид Андреевич, бога вы не боитесь. Когда же спать? Сейчас, сейчас. Ты уходи, Фирс. Я уж так и быть, я сам разденусь. Ну, детки, бай-бай. Подробности завтра. А сейчас идите спать. Я человек восьмидесятых годов. Не хвалит это время. Но все же могу сказать, за убеждение мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать. Надо знать, с какой. Опять ты, дядя. А вы, дядечка, молчите. Да нет, Андреевич. Ну, что ж. Иду, иду. Ложитесь. От двух бортов в середину. Кладу чистого. Гаев уходит. За ним семенит Фирс. Я теперь покойна. Ярославле ехать не хочется. Я не люблю бабушку. Но все же я покойна. Спасибо, дядя. Надо спать. Пойду. А тут без тебя было неудовольствие. В старой людской, как тебе известно, живут одни старые слуги. Ефимишка, Полиев, Стегней, ну и Карп. Стали они пускать к себе, ночеваясь каких-то проходимцев. Я промолчала. Только вот слышу, распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скупости, видишь ли. И это все Евстегней. Хорошо, думаю-ка, или так думаю, то погоди же. Зову Евстегнея. Приходит. Как же ты, говорю, Евстегней, дурак, ты этакой. Анечка. Заснула. Пойдем в постельку. Пойдем. Душечка моя уснула. Пойдем. Трофимов идет через комнату и, увидев Варю и Аню, останавливается. Да. Она спит. Спит. Пойдем, родная. Я так устала. Все колокольчики. Дядя милый. Мама. Дядя. Пойдем, родная. Пойдем. Солнышко мое, весна моя. Пойдем. Солнышко. Пойдем. Солнышко. Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка. Возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь темнею, тополи. Там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую ясную погоду. Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье. Епиходов стоит возле и играет на гитаре. Все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке. Она сняла с плеча ружье и поправляет пряжку на имне. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет. Мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления очень хорошие. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа. Стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я? И кто я? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались? Не знаю. Ничего не знаю. Как хочется поговорить. Аня с кем? Никакого у меня нет. Как приятно играть на мандолине. Это гитара, а не мандолина. Дуняша глядится в зеркальце и пудрится. А для безумца, который влюблен, это мандолина. Когда ты со мною гуляешь, Тогда я гуляю с тобой. Когда ты со мной не гуляешь, Я не гуляю с тобой. Ужасно поют эти люди. Как шакалы. Все-таки это какое счастье, Побывать за границей. Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. Яша закуривает сигару. Понятное дело. За границей все давно уж в полной комплекции. Само собой. Я развитой человек. Читаю разные замечательные книги. Но никак не могу понять направление. Чего мне, собственно, хочется. Жить мне. Или застрелиться, собственно говоря. Но, тем не менее, Я всегда ношу при себе леварверт. Вот он. Кончила. Теперь пойду. Ты, Пиходов, Очень умный человек. И очень тряшный. Тебя должны безумно любить женщины. О, бррррр, эти умники. Все такие глупые. Не с кем мне поговорить. Все одна, одна. Никого у меня нет. И кто я? Зачем я? Неизвестно. Надевает ружье И уходит не спеша. Собственно говоря, Не касаясь других предметов, Я должен выразиться о себе, между прочим, Что судьба относится ко мне Без сожаления, Как буря К небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, Тогда зачем же Сегодня утром я просыпаюсь, К примеру, сказать, Гляжу, А у меня на груди Страшной величины Паук. Вот такой. И тоже Квасу возьмешь, Чтобы напиться. А там, глядишь, Что-нибудь в высшей степени Неприличное. Вроде таракана. Вы читали, Бокля? Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, На пару слов. Говорите. Мне бы желательно С вами наедине. Хорошо. Только сначала Принесите мне мою тальмочку. Она около шкафа. Тут немножко сыра. Я хорошо-с, Принесу-с. Теперь я знаю, Что мне делать с моим Ливарвертом. Что мне до шумного света, Что мне, друзья и враги, Было в моем сердце Загореться там Жаром заемной любви. Хм, 22 несчастья. Глупый человек, Между нами говоря. Не дай бог застрелится. Я стала тревожная. Все беспокоюсь. Мне еще девочка взяли к господам. Я теперь отвыкла от простой жизни. Вот руки. Белые-белые, Как у барышни. Нежная стала такая. Деликатная, благородная. Всего боюсь. Страшно так. Если вы, Яша, обманете меня, То я не знаю, Что будет с моими нервами. Огурчик. Конечно, Каждая девушка должна себя помнить. И я больше всего не люблю, Ежели девушка дурного поведения. Я страстно полюбила вас. Вы образованы, Можете обо всем рассуждать. Да, по-моему, так. Ежели девушка, Кого любит, То она, значит, Безнравственная. Приятно выкурить сигару На чистом вазной. Сюда идут. Это господа. Дуняша порывисто обнимает его. Идите домой, будто ходили на реку купаться. Идите этой дорожкой, А то встретятся и подумают про меня, Будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу. У меня от сигара голова разболелась. Дуняша уходит. Входит Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин. Надо окончательно решить. Время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под дачу или нет? Ответьте одно слово. Да или нет. Только одно слово. Кто это здесь курит? Отвратительные сигары. Вот, железную дорогу построили, И стало удобно. Съездили в город И позавтракали желтого в середину. Мне бы сначала пойти в дом, Сыграть одну партию. Успеешь. Только одно слово. Дайте же мне ответ. Кого? Вчера было много денег, А сегодня совсем мало. Бедная моя Варя Из экономии Кормит всех молочным супом. На кухне старикам Дают один горох, А я трачу как-то Глупо, бессмысленно. Ну, посыпались. Позвольте, я сейчас подберу. Будьте добры, Яша. Зачем я поехала завтракать? Дрено и ваш ресторан С музыкой, С катерцей, Пахнут мылом. Зачем так много есть, Леня? И зачем так много пить? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане Ты говорил опять много. И все не кстати. О семидесятых годах. О декадентах. Кому? Половым говорить о декадентах. Да. Я не исправим. Это очевидно. Что такое Постоянно верчишься Перед глазами? Я не могу Без смеха Вашего голоса слышать. Или я, или он. Уходите, Яша. Ступайте. Сейчас уйду. Сию минуту. Яша отдает Любови Андреевне Кошелек И уходит. Ваше имение Собирается купить Богачий Дериганов. На торги, говорят, Приедет сам лично. А вы откуда слышали? В городе, говорят. Ярославская тетушка Обещала прислать. А когда и сколько пришлет? Неизвестно. Сколько она пришлет? Тысяч сто, двести? Ну, Тысяч десять, Пятнадцать И на том спасибо. Простите, Таких легкомысленных людей, Как вы, господа, Таких неделовых, Странных, Я еще не встречал. Вам говорят русским языком. Имение ваше Продается, А вы точно не понимаете. Ну, что же нам делать? Научите что? Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю Все одно и то же. И вишневый сад, И землю Необходимо отдать в аренду Под дачи. И сделать это теперь же Поскорее. Поймите, Аукцион на носу. Раз окончательно решите, Что были дачи, Так денег вам дадут Сколько угодно. И вы тогда спасены. Дачи и дачники Это так пошло, прости. Совершенно с тобой согласен. Я или зарыдаю, Или закричу, Или в обморок упаду. Не могу, Вы меня замучили. Баба вы. Кого? Баба! Нет, не уходите, голубчик. Останьтесь. Прошу вас. Может быть, Надумаем что-нибудь. О чем тут думать? Нет, не уходите, Прошу вас. С вами все-таки Веселее. Я все жду чего-то. Как будто над нами Должен обвалиться дом. Дуплет в угол, Круазе в середину. Уж очень много мы грешили. Какие у вас грехи? Гаев кладет в рот леденец. Говорят, что я все свое состояние Проел на леденцах. Ох, мои грехи! Я всегда царила деньгами, Без удержу, Как сумасшедший. Я вышла замуж за человека, Который делал одни только долги. Мой муж умер От шампанского. Он страшно пьет. И на несчастье Я полюбила другого. Сошлась. И вот как раз В это время Это было первое Наказание. Удар Прямо в голову. Тут, на реке. Утонул мой мальчик. Я уехала за границу. Совсем уехала, Чтобы никогда не возвращаться. Не видеть этой реки. Я закрыла глаза И бежала Себя не помня. А он За мной Безжалостно. Грубо. Купила я дачу Возле Ментона. Так как он там заболел. Три года Не знала отдыха Ни днем, ни ночью. Больной Измучил меня. Душа моя высохла. А в прошлом году, Когда дачу Продали За долги. Я уехала в Париж. И там он обобрал меня. Бросил. Сошелся с другой. Я пробовала Отравиться. Так глупо. Так стыдно. И потянула Вдруг В Россию. На родину. К девочке моей. Господи, Господи. Будь милостив. Прости Мне. Грехи мои. Не наказывай Меня больше. Достает Из кармана Телеграмму. Получила Сегодня Из Парижа. Просит Прощения. Умоляет Вернуться. Рвет Телеграмму. Словно Где-то Музыка. Это наш Знаменитый Еврейский Оркестр. Помнишь? Четыре скрипки Флейта И контрабас. Он Еще Существует. Его Бог К нам Позвать Как-нибудь Устроить Вечерок. Не Слыхать. И за Деньги Русская Немцы Афранцузи Такой Я Пьесу Вчера Смотрел В театре. Очень Смешно. И, наверное, Ничего Нет Смешного. Вам Не Пьесы Смотреть, А Смотреть Бы Почаще На Самих Себя. Как Вы Все Роживете. Как Много Говорите Ненужного. Это Правда. Надо Прямо Говорить. Жизнь У нас Дурацкая. Мой Папаша Был Мужик Идиот. Ничего Не Понимал. Меня Не Учил. А Только Бил С Пьяной И Все Палкой. В Сущности Я Такой Болван Идиот. Ничего Не Обучался. Почерк У меня Скверный. Пишу Я Так Шу От Людей Совестно Как Сюнье. Жениться Вам Надо Мой Друг. Да Это Правда. На Нашей Бываре Она Хорошая Девушка. Да. Она У меня Из Простых Работает Целый День. А Главное Вас Любит. Да Ведь И Вам Давно Нравится. Что Ж Я Не Прочь. Она Хорошая Девушка. Мне Предлагают Место В Банке. Шесть Сыщ В Год. Слухала? Где Тебе Сиди Уж. Фирс Входит. Он Принес Пальто. Извольте Сударь Надеть. А То Сыро. Надоел Ты Брат. Нечего Там. Утром Уехали Не Сказавшись. Как Ты Постарел Фирс. Чего Извольте. Говорят Постарел Ты Очень. Живу Давно. Меня Женить Собирались. А Вашего Папаша Еще На Сведение Была. А Воля Вышла. Я уже Старшим Камбергенером Был. Тогда Я Не Согласился На Волю. Остался При Господах. И Помню Все Рады. А Чему Рады. И Сами Не Знают. Прежде Очень Хорошо Было. По Враздробь Не Поймешь Ничего. Помолчи Фирс. Завтра Мне Нужен В Город. Обещаю Познакомить С Одним Генералом Который Может Дать Подверг Ничего У Вас Не Выйдет И Не Заплатите Вы Процентов Будьте Покойны. Это Он Бредит. Никаких Генералов Нет. Входят Трофимов Аня И Варя. А Вот И Наши Идут. Мама Сидит. Идите Идите Родные Вы Мои. Если Вы Обе Знали Как Я Вас Люблю Садитесь Здесь Рядышком Вот Так Наш Вечный Студент Все С барышнями Ходит. Не Ваше Дело Ему Пятьдесят Лет Скоро А он Все Еще Студент. Оставьте Ваши Дурацкие Шубки. А Чего Ж Ты Чудак Сердишься. А Ты Не Приставай. Позвольте Вас Спросить Как Вы Обо Мне Понимаете? Я Ермола Алексеевич Так Понимаю. Вы Богатый Человек Будете Скоро Миллионером. Вот Как В смысле Обмена Веществ Нужен Хищный Зверь, Который Съедает Все, Что Попадается Ему На Пути, Так И Ты Нужен. Вы Пейте Расскажите Лучше О планетах. Нет, Нет, Давайте Продолжим Вчерашний Разговор. О чем Это? О Гордом Человеке. Как Мы Вчера Говорили Долго, Но Ни К Чему Не Пришли. В Гордом Человеке В Вашем Смысле Есть Что-то Мистическое. Быть Может Вы И Правы По Своему. Но Если Рассуждать Попросту Без Затей, То Какая Там Гордость? Есть Ли Смысл? Если Человек Физиологически Устроен Неважно. Если В Своем Громадном Большинстве Он Груб Неумен Глубоко Несчастлив Надо Перестать Восхищаться Собой Надо Бы Только Работать Все Равно Умрешь Кто Знает И Потом Что Значит Умрешь Быть Может У Человека Сто Чувств И Со Смертью Погибает Только Пять Известных Нам А Остальные Девяносто Пять Остаются Живы Какой Вы Умный Петер Страсть Человечество Идет Вперед Совершенствуя Свои силы Все Что Недосягаемо Для него Теперь Когда Нибудь Станет Близким Понятным Только Вот Надо Работать Надо Помогать Всеми Силами Тем Кто Ищет Истину У Нас В России Работают Пока Очень Немногие Громадное Большинство Той Интеллигенции Какую Я знаю Ничего Не Ищет Ничего Не Делает И К труду Пока Не Способна Называют Себя Интеллигенцией А Прислуги Говорят Ты С мужиками Обращаются Как Животными Учатся Плохо Серьезно Ничего Не Читают Ровно Ничего Не Делают О Науках Только Говорят В Искусстве Понимают Мало Все Серьезны У Всех Строгие Лица Все Говорят Только О Важном Философствуют А между тем На глазах У всех Рабочие Едят Отвратительно Спят без подушек По тридцати По сорока В одной комнате Везде Клопы Смрад Сырость Нравственная Нечистота И Очевидно Все Хорошие Разговоры У нас Ведутся Только Чтобы Отвести Глаза Себе И Другим Укажите Мне Где У нас Ясли О Которых Говорят Так Много И Часто Где Читальни О них Только В романах Пишут На деле Их Нет Совсем Есть Только Грязь Пошлость Азиатчина Я Боюсь И не люблю Очень серьезных Физиономий Боюсь Серьезных Разговоров Лучше Помолчи Знаете Я Я Встаю В пятом Часу Утро Работаю С утра До вечера Но у меня Постоянно Деньги Свои Чужие И я Вижу Какие Кругом Люди Надо Только Начать Делать Что-нибудь Чтобы Понять Как Мало Честных Порядочных Людей Иной Раз Когда Не спится Я Думаю Господи Ты Дал Нам Громадные Леса Необъятные Поля Глубочайшие Горизонты И Живя Тут Мы Сами Да По-настоящему Должны Быть Великанами Вам Понадобились Великаны Они Только В сказках Хороши А так Они Пугают Епиходов Идет Епиходов Идет Солнце Сяло Господа Да О Природа Дивная Ты Блещешь Вечным Сиянием Прекрасная И Равнодушная Ты Который Мы Называем Матерью Ты Сочетаешь В себе Бытие И Смерть Ты Живишь И Разрушаешь Дядечка Дядя Ты Опять Вы Лучше Желтого В середину Дуплетом Я Молчу Молчу Все Сидят Задумавшись Тишина Молчу или филин неприятно почему-то перед несчастьем тоже было и сова кричала и самовар гудел бесперечь перед каким несчастьем перед волей знаете друзья пойдемте уже вечереют у тебя на глазах слезы что-то девочка это так мама ничего кто-то идет показывается прохожий в белой потасканной фуражки в пальто он слегка пьян позвольте вас спросить могу ли я пройти здесь прямо на станцию можете идите по этой дороге чувствительно вам благодарен погода превосходная брат мой страдающий брат выйдь на волгу через стон мадемуазель позвольте голодному россиянину копеек тридцать ах всякому безобразию есть свое приличие вот вам возьмите серебра нет все равно вот вам золотой чувствительно вам благодарен прохожий уходит я уйду 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 ах мамочка дома людям есть нечего а вы ему отдали золотой что же со мной глупое делать я тебе дома отдам все что у меня есть Ирмана Алексеевич дадите мне еще взаймы слушаюсь пойдемте господа пора а тут тваря мы тебя совсем просватали поздравляю этим мамой шутить нельзя ах милия иди в монастырь а у меня дрожат руки давно не играл на бильярде ах милия о нимфу помяни меня в твоих молитвах идемте господа скоро ужинать напугал он меня сердце так и стучит напоминаю вам господа 22 августа будет продаваться вишневый сад думайте об этом думайте уходят все кроме Трофимова и Ани спасибо прохожему напугал Варю теперь мы одни Варя боится а вдруг мы полюбим друг друга целые дни не отходит от нас она своей узкой головой не может понять что мы выше любви обойти то мелкое и призрачное что мешает быть счастливым и свободным вот цель и смысл нашей жизни вперед мы идем неудержимо к яркой звезде которая горит там вдали вперед не отставай друзья как хорошо вы говорите сегодня здесь дивно да погода удивительная что вы со мной сделали от чего я уже не люблю вишневого сада как прежде я любила его так нежно мне казалось на земле нет лучше места как наш сад вся Россия наш сад земля велика и прекрасна есть на ней много чудесных мест подумайте аня ваш дед прадед все ваши предки были крепостники владевшие живыми душами да неужели с каждой вишни в этом саду с каждого листка с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа неужели вы не слышите голосов владеть живыми душами да ведь это же переродило всех вас живших прежде и теперь живущих так что ваша мать вы дядя вы даже не замечаете что вы живете в долг на чужой счет насчет тех людей которых вы не пускаете дальше передней мы отстали по крайней мере лет на двести у нас нет еще ровно ничего нет определенного отношения к прошлому мы только жалуемся на тоску философствуем или пьем водку а ведь так ясно чтобы начать жить в настоящем надо сначала искупить наше прошлое покончить с ним а искупить его можно только страданием только необычальным непрерывным трудом поймите это дом в котором мы живем давно уже не наш дом я уйду даю вам да если у вас есть ключи от хозяйства бросьте их в колодец и уходите уходите будьте свободны как ветер как хорошо вы сказали верьте мне а не верьте мне еще нет тридцати я молод я еще студент но я уже столько вынес как зима так я голоден болен встревожен беден как нищий куда только судьба не гоняла меня где я только не был и все же душа моя во всякую минуту и днем и ночью была полна неизъяснимых предчувствий я предчувствую счастье я уже вижу его восходит луна да восходит луна вот оно счастье вот оно идет подходит все ближе и ближе я уже слышу его шаги если мы не увидим не узнаем его то что за беда его увидят другие опять возмутительно что ж пойдемте к реке там хорошо пойдемте а 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 Со мной уже два раза удар был. Танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю. Лай, не лай, а по столу глянь. Здоровье за меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто бы древний род наш, Симеоновых пищиков, происходит будто бы от той самой лошади, которую Каллигову посадил в Сенате. Да вот беда, денег нет. Голодная собака тверует только у мяса. Так и я. Могу только про деньги. А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадивное. А что ж, лошадь хорошая, зверь. Лошадь продать можно. Через залу проходит Варя. Мадам Лопахина, мадам Лопахина. Облезлый барин. Да я облезлый барин и горжусь этим. Вот наняли музыкантов, а чем платить? Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла на что-нибудь другое, то в конце концов вы могли бы перевернуть землю. Ницше, философ, величайший, знаменитый и громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно. А вы читали Ницше? Ну, мне Дашенька говорила. А у меня теперь такое положение, что хоть фальшивые бумажки делай. Ой, послезавтра триста десять рублей платить. Ах, сто тридцать уже достал. Вот, деньги пропали. Потерял деньги. Где деньги? Ах, где деньги? Ах, вот они за подкладкой. Ой, даже в пот ударил. Входят Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна. Чего так долго нет, Леонида? Что он делает в городе? Дуняша, предложите музыкантам чаю. Торги не состоялись, по всей вероятности. И музыканты пришли не кстати, и бал мы затеяли не кстати. Но ничего, ничего. Вот, мам, колодок вам задумайте какую-нибудь одну карту. Задумал. Тосуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда. О, мой милый господин Пищик. Ай, стой. Ай. Теперь выищите ее. Она у вас в боковом кармане. Ну, какая карта сверху? Ну что ж, дама Пик. Есть. Дама Пик. Ну, говорите скорее, какая карта сверху? Туз Щервовой. Есть. А какая сегодня хорошая погода? О, да, погода великолепная, сударыня. Вы такой хороший мой идеал. И вы, сударыня, мне тоже очень понравился. Госпожа членовещательница, браво! Я просто влюбилась. Влюбилась? Да разве вы можете любить Гуттер Мэнш? Аброшлектор Мюзикал. Лошадь вы этакая. Прошу. Прошу внимания. Еще один фокус. Вот, очень хороший плед. Я желаю продавать. Не желает ли? Кто? Покупать. Ай, твай, драй. Быстро поднимает опущенный плед. За пледом стоит Аня. Она делает реверанс, бежит к матери, и обнимает ее, и убегает назад в зал. Браво! 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 Теперь я тебе крещу. Ай, твай, драй. Поднимает плед. За пледом стоит Варя. И кланяется. Бросает плед на пищика, делает реверанс и убегает в зал. Все! Конец. Пищик и гости спешат за Шарлоттой. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю. Ведь все уже кончено там. Имения проданы, или торги не состоялись. Зачем так долго держать в неведении? Дядечка купил, я в этом уверена. Да. Бабушка прислала ему доверие, чтобы он купил на ее имя с переводом долго. Это она для Ани. Я уверена, Бог поможет, дядечка купит. Ярославская бабушка прислала 15 тысяч, чтобы купить имение на ее имя. Нам она не верит. А этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. Сегодня судьба моя решается. Судьба. Мадам Лопахина. Вечный студент. Уже два раза увольняли из университета. Что ж ты сервишься, Варя? Он грозит тебя Лопахиным. Ну и что? Хочешь, выходи за Лопахина. Он хороший, интересный человек. Не хочешь, не выходи. Тебя Дусе никто не не будет. Нет, я смотрю на это дело серьезно, мамочка. Надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится. Ну и выходи. Чего ждать не понимаю. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него. Все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю, он богатеет, занят делом, ему не до меня. Я, если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей бросила бы я, все и ушла бы подальше, в монастырь бы ушла. Благолепие. Студенту надо быть умным. Какой вы стали некрасивой, Петя, как постарели. Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать. Кто-то, кто-то на бильярды сломал. Зачем же Епиходов здесь? Кто ему позволил на бильярды играть? Не понимаю этих людей. Варя уходит. Не дразните ее, Петя. Вы видите, она и без того в горе. Да уж очень она усердная. Не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Аня. Боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? Да и потом я вида не подавал. Я так далек от пошлости. Мы выше любви. А я вот, должно быть, ниже любви. А чего нет, Леонида? Только бы знать, продано имение или нет. Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что просто не знаю, что думать. Теряюсь. Я могу сейчас крикнуть. Я могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь. Говорите. Продано ли сегодня имение или не продано, не все ли равно? С ним давно покончено. Нет поворота назад. Заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза. Какой правде? Вы видите, где правда, а где неправда. А я точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы. Но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед. И не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, вы честнее, вы глубже нас. Но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца. Пощадите меня. Ведь я же родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. И если уж так нужно продавать, так продавайте и меня вместе с садом. Ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек. Вы знаете, я сочувствую всей душой. Ну, надо иначе, иначе это сказать. Вынимает платок. На пол падает телеграмма. У меня сегодня тяжело в душе. Вы не можете себе представить. Здесь мне шумно. Дрожит душа от каждого звука. Я вся дрожу, а уйти к себе не могу. Мне одно и в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя. Я вас люблю как родное. Я охотно отдала бы за вас Аню. Клянусь вам, голубчик. Но только надо же учиться. Надо курс кончить. Вы ничего не делаете. Только судьба бросает вас с места на место. И так это странно. Не правда ли? Да? И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь. Смешно, и вы. Трофимов поднимает телеграмму. Я не желаю быть красавцем. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня. Этот дикый человек, который заболел, опять с ним нехорошо. Он просит прощения, умоляет приехать. И по-настоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. У вас, Петя, строгое лицо. Но что же делать, голубчик мой? Что мне делать? Он болен. Он одинок. Несчастлив. А кто там поглядит за ним? Кто удержит от ошибок? Кто даст ему вовремя лекарства? И что ж там, скрывутся или молчатся? Я люблю его. Это ясно. Люблю. Люблю. Это камень на моей шее. Я иду с ним на дно. Но я люблю этот камень. И жить себе с него. Не могу. Не думайте, дурно петь. И не говорите мне сейчас ничего, не говорите. Простите за откровенность, Бога ради. Ведь он обобрал вас. Нет, нет, не надо так говорить. Ведь он негодяй. Только вы одна этого не знаете. Он мелкий негодяй. Ничтожество. Двадцать шесть лет или двадцать семь. А вы все еще гимназист второго класса. Пусть. Надо быть мужчиной. В ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить. Да. Надо влюбляться. Да, да, да. И в вас нет чистоты. Я вы просто чистюлька. Смешной чудак. Боже мой, что она говорит? Я высшая любви. Вы не высшая любви. Просто как говорит наш Фирс. Вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы. Это ужасно. Что она говорит? Это ужасно. Я не могу. Я уйду. Уходит, но тотчас же возвращается. Между нами все кончено. Петя! Петя, погодите. Смешной человек. Я пошутила. Петя! Что там такое? Вбегает Аня. Петя с лестницы упал. Ах, какой, какой чудак этот, Петя. Начальник станции останавливается среди залы и читает грешницу Алексея Константиновича Толстого. Народ кипит. Веселье, хохот. Звон лютни и кимвалов грохот. Кругом из зелени цветы. И меж столбов у входа дома парчи тяжелые переломы. Тесьмой узорной подняты. Там гости вместе рассуждая, за длинной трапезой сидят. Между ними чашу осушая, сидит блудница молодая. Ее причудливый наряд невольно привлекает взоры. Ее не скромные уборы о грешной жизни говорят. Все танцуют. Проходят из передней Трофимов Аня, Варя и Любовь Андреевна. Ну, Петя, чистая душа, я прощение прошу. Пойдемте танцевать. Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной и смотрит на танцы. Что, дедушка? Не здоровься. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы. А теперь посылаем за почтовым чиновникам и начальникам станции. И те не в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день, вот уже лет двадцать, а то и больше. Может, я от него и жив. Надоел ты, дед. Хоть бы ты поскорей подох. Эх, ух ты, недотепа. Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной. Мерси. Я посижу. Устала. Входит Аня. А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня. Кому продан? Не сказал кому. Ушел? Аня танцует с Трофимовым. Боба уходит в зал. Да там какой-то старик болтал. Чужой. А Леонид Андреевич еще нет. Не приехал. Пальто на нем. Легкое. Демисезон. Того гляди, простудится. Молодо, зелено. Я сейчас умру. Пойдите, Яша. Узнайте, кому продан. Да он давно ушел, старик-то. Ну, чему вы смеетесь? Чему рады? Ужой. Епиходов смешной. Пустой человек. Двадцать два несчастья. Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь? Куда прикажете, туда и пойду. А чего у тебя лицо такое? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать. Да, я пойду спать. А без меня тут кто подаст, кто распорядится. Один на весь дом. Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой. Будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой. Сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что ж там говорить? Вы же сами видите. Страна необразованная. Народ безнравственный. Притом скука. На кухне кормят безобразно. А тут еще Фирс этот ходит. Бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой. Будьте так добры. Входит пищик. Позвольте просить вас на вальсишку. Прекраснейшая. Очаровательная. А все-таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас. Возьму. Сто восемьдесят рубликов. Возьму. Любовь Андреевна и пищик, танцуя, перешли в зал. Поймешь ли ты души моей волнения? О, как лови моя волнения. В зале Шарлотты Ивановны в сером цилиндре и в клетчатых панталонах Машет руками и прыгает. Дуняша остановилась, чтобы попудриться. Барышня велит мне танцевать. Кавалеров много, а дам мало. А у меня от танцев голова кружится и сердце так бьется. Фирс Николаевич, Сейчас чиновник с почты такое мне сказал, Что у меня даже дыхание захватило. Что же он тебе сказал? Выговорит, как цветок. Невежеста. Яша уходит. Как цветок. Я такая деликатная девушка. Ужасно люблю всякие нежные слова. Эх, закрутишься ты. Входит Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть, Как будто я какое насекомое. Эх, жизнь. Что вам угодно? Несомненно, может, вы и правы. Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, То вы, позволя себе так выразиться, Извините за откровенность, Совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. И к этому я уже привык. Так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы мне дали слово, и хоть и я буду... Прошу вас. После поговорим. А теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. У меня несчастье каждый день. И я позволю себе так выразиться. Только улыбаюсь. Даже смеюсь. Входит из залы Варя. Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. Вступай отсюда, Дуняша. То на бильярде играешь, и кей сломал, То по гостиной расхаживаешь, как гость. С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, Вы не можете. Я не взыскиваюсь с тебя, говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, А делом не занимаешься. Конточник, держима, неизвестно для чего. Работаю ли я? Хожу ли? Кушаю ли? Играю ли на бильярде? Про то могут рассуждать только люди, Понимающие и старшие. Ты смеешь мне говорить это? Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю. Убирайте жопон отсюда сию минуту. Прошу вас выражаться деликатным способом. Сию минуту вон отсюда. Вон, двадцать два несчастья, Чтоб духу твоего здесь не было, Чтоб глаза мои тебя не видели. Я на вас буду жаловаться. Епиходов вышел. Ты назад идешь? Иди, 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 я тебя покажу. А ты идешь? Идешь? Так вот же тебе! Хватает палку, поставленную около двери фирсом, Замахивается, И в это время входит Лопахин. Покорнейший благодарю. Виновата. Ничего, спокорно благодарю за приятное угощение. Не стоит благодарности. Я вас не ушибла. Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит огромная. Лопахин, привет. Ты, да, не дай слышал, слышать. Конечком от тебя попал, Милый мой, душа моя. А мы тоже веселимся. Входит Любовь Андреевна. Это вы, Ирмана Алексеевич. Отчего так долго? Где Леонид? Леонид Андреевич со мной приехал. Он идет. Ну что? Были торги? Ну, говорите же. Торги кончились к четырем часам. Мы на поезд опоздали. Пришлось ждать до половины десятых. Ух, у меня немножко голова кружится. Входит Гарриев. В правой руке у него покупки. Левой он утирает слезы. Леня, что? Леня, ну? Скорее же, Бога ради. Вот, возьми. Тут анчоусы. Керченские сельди. Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал. Семь и восемнадцать. Устал я. Ужасно. Дальше мне, Фирс, переодеться. Гаев уходит к себе через залу. За ним Фирс. Что на торгах? Рассказывай же. Продан Вишневый сад. Продан. Кто купил? Я купил. Любовь Андреевна угнетена. Она упала бы, если не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол посреди гостиной и уходит. Я купил. Погодите, господа. Сделайте милость. У меня в голове помутилось. Говорить не могу. Пришли монотерги. Там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверхдолго сразу надымал тридцать. Вижу дело такое. Я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять, я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти. Ну, кончилось сверхдолго. Я надавал девяносто. Осталось за мной. Вишневый сад теперь мой. Мой. Боже мой, господи. Вишневый сад. Мой. Скажите мне, что я пьян. Не в своем уме, что все это мне представляется. Не смейтесь надо мной. Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай, купил имение, прекрасней которого нет ничего на свете. Я купил имение, где дед и отец мой были рабами, где их не пускали даже в кухню. Ой, я сплю. Это только мерещится мне, это только кажется. Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности. Бросила ключи. Хочет показать, что она уж не хозяйка здесь. Ну да все равно. Эй, музыканты! Играйте. Играйте! Я желаю вас слушать. Приходите все смотреть. Как Ермолай Лопачин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья. Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь. Эй, музыка! Играй! Отчего же? Отчего вы меня не послушались, бедная моя, хорошая. Не вернешь теперь? О, скорее бы все это прошло. Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь. Она плачет. Пойдем в зал. Пусть она одна. Пойдем. Что ж такое? Эль, музыка! Играть отчетливо! Пускай все, как я желаю! Идет новый помещик, владелец вишневого сада. За все могу заплатить. Ха-ха-ха! Лопахин уходит с пищиком. В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, сжалась вся и горько плачет. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама. Моя прекрасная. Я люблю тебя. Я благословляю тебя. Мишневый сад продал. Его уже нет, это правда. Правда. Но не плачь. Не плачь, мама. У тебя осталась жизнь впереди. Осталась твоя хорошая, чистая душа. Пойдем со мной. Пойдем, милая, отсюда. Пойдем. Мы насадим новый сад. Роскошнее этого. Ты увидишь его, поймешь. И радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу. Как солнце вечерний час. И ты улыбнешься, мама. Пойдем, милая, пойдем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Детская. Нет ни занавесей на окнах, ни картин. Осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери сложены чемоданы, дорожные узлы, коробки. Лопахин стоит, ждет. Яша держит поднос со стаканчиками налитыми шампанскими. В передний Епиходов увязывает ящик. Спасибо вам, братцы. Спасибо вам. Простой народ прощаться пришел. Я такому мнению, Ермола Алексеевич, народ добрый, но мало понимает. Проходит через переднюю любовь Андреевна Игаев. Она не плачет, но бледна. Лицо ее дрожит. Она не может говорить. Ты отдала им свой кашелек, Люба. Так нельзя, так нельзя. Я не смогла. Не смогла. Куда же вы? Пожалуйте. Покорнейше прошу. По стаканчику на прощание. Из города не догадался привезти, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйте. Что ж, господа, не желаете? Знал бы, не покупала. Но и я пить не стану. Выпей, Яша, хоть ты. С отъезжающими. Счастливо оставаться. Это шампанское ненастоящее, могу вас уверить. Восемь рублей бутылка. Холодно тут чертовски. Не такие ли сегодня? Все равно уезжаем. Что ты? От удовольствия. На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как лето. Строится хорошо. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут, значит, через 20 минут на станцию ехать. Выторапливайтесь. Трофимов в пальто входит со двора. Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши? Пропали. Аня, нет моих калош, не нашел. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я все тут болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы. Не знаю, что вот с руками делать. Болтаются как-то странно. Точно чужие. Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд. Выпей-ка стаканчик. Не стану. Значит, в Москву теперь? Да. Провожу их в город, а завтра в Москву. Да. Что ж, профессора, небось, не читают лекции. Все ждут, когда приедут. Не твое дело. Сколько лет, как ты в университете учишься? Придумай что-нибудь поновее. Это старое и плоское. Ты знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволь мне на прощание дать тебе один совет. Не размахивай руками. Отвыкни ты от этой привычки размахивать. И потом отстроить дачи. Рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева. Рассчитывать так, это тоже значит размахивать. Как-никак все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие и нежные пальцы, как у артиста. У тебя тонкая и нежная душа. Прощай, голубчик. Спасибо за все. Я же ли нужно... Возьми у меня денег на дорогу. Для чего мне? Не нужно. Ведь у вас нет. Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане. А вот калош моих нет. Возьмите вашу гадость. Выбрасывает в комнату пару резиновых калош. Что же вы сердитесь, Валя? Да это не мои калоши. Я весной посеял маку тысячу десятин. И теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина? Так вот, говорю, заработал сорок тысяч, и значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик попросту. Твой отец был мужик? Мой аптекарь. Из этого не следует решительно ничего. Лопахин вынимает бумажник. Оставь, оставь. Дай мне хоть двести тысяч. Я не возьму. Я свободный человек. И все, что высоко и дорого цените, все вы, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти. Вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас. Могу проходить мимо вас. Я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле. И я в первых рядах. Дойдешь? Дойду. Дойду или укажу другим путь, как дойти? Ну, прощай, голубчик, пора ехать. Мы друг перед другом ноздрем, а жизнь, знай себе, проходит. Когда я работаю подолгу, без устали, тогда и мысли полегче. И кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брата, в России людей, которые существуют, неизвестно для чего. Но все равно циркуляция, дело не в этом. Леонид Андреевич, говорят, принял место. Будет в банке шесть тысяч в год. Только ведь не усидит, ленив очень. Мама вас просит, пока она не уехала, чтобы не рубили садо. В самом деле, неужели не хватает такта? Уходит через переднюю. Сейчас, сейчас. Эки и право. Фирса отправили в больницу? Я утром говорил, надо думать, отправили. Епиходов проходит через залу. Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отправили ли Фирса в больницу? Утром я говорил, Егор. Что ж спрашивать по десяти раз? Долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится. Ему надо к правоцам. А я могу ему только завидовать. Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил ее. Ну вот, конечно. Так и знал. Епиходов уходит. Двадцать два несчастья. Фирса отвезли в больницу? Отвезли. А почему же письмо не взяли к доктору? Так надо послать в догонку. Аня уходит. Где Яша, скажите, мать его пришла? Хочет проститься с ним? Она выводит, только из терпения. Дуняша все время хлопочет около вещей. Теперь, когда Яша остался один, она подошла к нему. Хоть взглянули бы на меня разочек, Яша. Ведь вы уезжаете, меня покидаете. Плачет и бросается ему на шею. Что ж плакать? Через шесть дней я опять в Париже. Пьет шампанское. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас и видели. Даже как-то не верится. Вивля Франс. Вуаля, ля гарделя Марины. Тарарам, парам, пам, пам. И а ле шершеля фам. А здесь не по мне. Не могу жить. Ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество, будет с меня. Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда и не будете плакать. Дуняша пудрится, глядясь в зеркальце. Пришлите из Парижа письмо. Ведь я любила вас, Яша. Так любила. Я нежное существо, Яша. Идут сюда. Яша хлопочет около чемоданов. Входит Любовь Андреевна, Гаев, Аня и Шарлотта Ивановна. Ехать бы нам. Уже немного осталось. От кого это с селедкой пахнет? Минут через десять давайте уже в экипажи садиться. Ну, прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна. Там тебя уже не будет. Тебя сломают. Сколько видели эти стены. Целует горячо Аню. Сокровище мое, ты сияешь. Глазки твои играют, как два алмаза. Ты довольна очень? Очень. Начинается новая жизнь, мама. В самом деле теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали. А потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже. Я банковская служака, теперь я финансист желтого в середину. И ты, Люба, как и как выглядишь лучше, это несомненно. Да, нервы мои лучше, это правда. Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша, пора. Да, девочка моя, скоро мы увидимся. Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения. Да здравствует бабушка. А денег этих хватит ненадолго. Ты, мама, вернешься скоро. Скоро, не правда ли? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии. Потом буду работать, тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные книги. Не правда ли? Мы будем читать в осенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется новый чудесный мир. Мама, приезжай. Я приеду, золото мое. Обнимает дочь. Входит Лопахин. Счастливая Шарлот поет. Шарлотта берет узел, похожий на свернутого ребенка. Мой ребеночек, бай, бай, ну, замолчи, замолчи, мой хороший, мой милый мальчик. Мне тебя так жалко. Бросает узел на место. Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу. Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь. Все нас бросают. Варя уходит. Мы стали вдруг не нужны. В городе мне жить негде. Надо уходить. Все равно. Входит пищик. Чудо природы. Ой, дайте отдышаться. Замучился, мои почтеннейшие. Воды дайте. За деньгами, небось, слуга покорный, ухожу от греха. Давнее-ка не было у вас прекраснейшее. Ну, ты здесь. Рад тебя видеть, громаднейший ума человек. Вот возьми, получи четыреста рублей. За мной остается восемьсот сорок. Точно, восемь, нет. И где же взял? Постой. Жарко. Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину. И вам четыреста. Прекраснейшая. Удивительная. А остальные потом. Сейчас один молодой человек рассказывал о вагоне. Будто какой-то великий философ советует прыгать с крыш. Прыгать, говорит. И в этом вся задача. Вы подумайте. Воды. Какие же это англичане? С далом участник с глиной на двадцать четыре года. Ой, а теперь, извините, некогда. Надо скакать дальше. Поеду к Знойкову, Кардамонову. Всем должен. Желаю здравствовать. В четверг заеду. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу. Как? А почему в город? А, то-то я гляжу на мебель, чемоданы. Ну, ничего. Нечего. Величайшие лума люди эти. А, англичане. Ничего. Будьте счастливы. Бог поможет вам. Ничего. Всему на этом свете бывает конец. А дойдет до вас слух, что мне конец пришел. Вспомните. Вот эту самую ложь. И скажите. Был на свете такой-сякой Симеонов. Пищик. Царство его небесное. Замечательнейшая погода. Да. Кванялась вам Дашенька. Пищик уходит. Теперь можно и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первая это больной Фирс. Еще минут пять можно? Мама, Фирс уже отправили в больницу. Яша отправила утром. Вторая моя печаль. Варя. Она привыкла рано вставать и работать. И теперь без труда она, как рыба без воды, похудела, побледнела и плачет, бедняжка. Вы это очень хорошо знаете, Ермола Алексеевич. Я мечтала выдать ее за вас. Да и по всему видно было, что вы женитесь. Шепчет Ани. Такивают Шарлотте и обе уходят. Она вас любит. Вам она по душе. И не знаю, не знаю, почему вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все. Если есть еще время, то я хоть сейчас готов. Покончим сразу и баста. А без вас я чувствую, не сделаю предложения. И превосходно. Ведь одна минута нужна только. Я ее сейчас позову. Кстати, шампанское есть. Пустые. Кто-то уже выпил. Это называется вылокоть. Прекрасно. Мы выйдем. Яша. Алле. Я ее позову. Варя. Варя, оставь все. Пойди сюда. Иди. Да. Входит Варя. Долго осматривает вещи. Странно. Никак не найду. Что вы ищете? Сама уложила и не помню. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна? А я к Рагулиным. Договорилась к ним смотреть за хозяйством. В экономке, что ли? Это в Яшнево. Вер 70 будет. Вот и кончилась жизнь в этом доме. Где же это? Или, может, я в сундук уложила? Да. Жизнь в этом доме кончилась. Больше уже не будет. А я в Харьков выезжаю сейчас. Вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова. Я его нанял. Что ж. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните. А теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно. Градусы три мороза. Я не поглядела. Да и разбит у нас градусник. Ермолой Алексей! Сию минуту! Лопахин быстро уходит. Варя, сидя на полу, положив голову на узел, с платьем тихо рыдает. Отворяется дверь. Осторожно входит Любовь Андреевна. Что? Надо ехать. Да. Пора, мамочка. Я к Рогулиным поспею сегодня. Не опоздать бы только к поезду. Аня, одевай сам. Входит Аня, потом Гаев, Шарлотта и Ванна. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходится прислуга, извозчики. Около вещей хлопочет епиходов. Теперь можно и в дорогу. В дорогу! Друзья мои, милые, дорогие друзья мои, покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать? Могу ли я удержаться, чтобы не высказать на прощание те чувства, которые теперь наполняют все мое существо? Дядя. Дядечка, не нужно. Дуплетом желтого в середину молчу. Входит Трофимов, потом Лопахин. Что ж, господа, пора ехать. Епиходов, мое пальто. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки. Теперь гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью. Помню, когда мне было шесть лет в Троицын день, я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь. Все вещи забрали? Кажется, все. Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке. Будьте покойны, Ермолай Алексеевич. Что это у тебя голос такой? Сейчас воду пил, что-то проклотил. Невежество. Уедем. И здесь не останется ни души. До самой весны. Варева дергивает из узла зонтик. Похоже, как будто она замахнулась. Лопахин делает вид, что испугался. Что вы, что вы, я и не думала. Господа, идемте садиться в экипажи. Уже пора, скоро поезд придет. Петя, вот они ваши калоши возле чемодана. Какие они у вас, грязные, старые. Идем, господа. Поезд, станция, круазе в середину, белого дуплетом в угол. Идем. Все здесь. Никого там нет. Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем. Прощай, дом. Прощай, старая жизнь. Здравствуй, новая жизнь. Трофимов уходит с Аней. Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой. Значит, до весны. Выходите, господа. До свиданции. Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоем. Они точно ждали этого. Бросаются на шею друг к другу и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали. Сестра моя, сестра моя. О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад, моя жизнь, моя молодость, счастье мое. Прощай, прощай, прощай. Мама! Ау! Последний раз взглянуть на стены, на окна по этой комнате любила ходить покойная мать. сестра моя, сестра моя. Сестра моя. Любовь Андреевна и Гаев уходят. Комната пуста. На ключ запирают наружные двери. Отъезжают экипажи. Стар ази. Стар ази. Субтитры создавал DimaTorzok На ногах туфли. Он болен. Подходит к двери, трогает за ручку. Заперто. Уехали. Про меня забыли. Ничего. Я тут посижу. А Леонид Андреевич, небось, шубы не надел, пальто поехал. Я-то не поглядел, молодо, зелено. Жизнь-то прошла, словно и нежил. Ложиться на диван. Я полежу. Силушки-то у тебя нету. Ничего не осталось. Ничего. Ах ты, снегачопал. Ах. Ах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok